И Накаму, против Накамура играю, фантастика. Ну, привет, Накамури, поехали. Е4, вот это так мне жеребьевочка. Каракан, давайте сыграем вариантик с Е5. Слоны в 5, аж 4. Нравятся мне, в принципе, эти позиции, они довольно-таки любопытные. Это С4. Накамура, напомню, один из, в принципе, топовых шахматистов мира, и вот это мне, конечно, повезло. Так, забираю на С4. И конь Е2, хочу слон Д3. И ура, пишет Вован, вперед, удачи, слон Д3. Хочу разменять слонов. И разменялись. Вот так вот. Вот так вот играешь против Накамури, просто зевнул пешку. Ну, как так-то? Ладно, Ферзь Аш3. Даваться еще рано, позиция непонятная, но, конечно, такие зевки с самого начала партии. Это фейл. Ну, давайте коня на Ф4 можно попробовать, в принципе. То есть, какие-то идеи жертвы на Е6 где-то есть. Сюда можно, наверное, слон Е3 сыграть. Да, вот, блин, дали Накамуру и такой зевок. Ну, как так-то? Ладно, и давайте, наверное, ушел в 2-0. Во-первых, позиция не до конца очевидная, мне кажется. То есть, есть у меня какие-то шансы и на атаку. Но, да, сам по себе этот факт такого зевка вообще не радует. Так как он Е6 жертва, совсем не работает, похоже. Ладно, давайте пошел так. Если бы он взял конем, то я пошел бы конь Аш-5. А сюда... Ферзь Е6, удар... Конь Е6 еще, я имею в виду. Конь Е6, видимо, просто не работает. Да, это фейл. Ладно, пока ладья вышел, ладья на С1. Он просто уходит, рокировка. Ничего его не смущает. А конь Е6, ФЕ, ферзь Е6, ладья Ф7 перекрылись просто. Или король ушел, ничего там страшного для него, видимо, нет. Так, а жертва конь Е6, ферзь Е6, слона С6. Это слишком. Давайте пока просто сдвоюсь по линии С. Хочу ее перехватить, попытаться. И что-то организовать по ней. По времени тоже прилично проседаю. Накамуру, кстати, сейчас, наверное, тоже стримят. На то он и Накамуру что-то зимнуть в пешку. Да не Накамуру он. То есть тут, не знаю, возможно, какая-то психология сыграла. То есть я прям его увидел Накамура, сразу как-то испугался. Наоборот, против них надо играть, конечно, более смело. Иначе шансов особых не будет. Так, сюда Куин Д3. Ай. Он Ф6, ферзя на Ф3 можно попробовать. Он там залезет и не вылезет потом. Ну, что-то неприятно. Ну, давайте ферзя на Ф3. Хочу вернуть хотя бы его на Д1 попытаться. Или сюда. Ну, можно Конь Е2, в принципе, или Конь Е6. Нет, 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 нет. Все это не работает. Ладья подвисает. Ладья С3 можно. Блин, и по времени просел колоссально. Ладно, ферзь Д1 пока игра. Я не хочу линию С отдавать. Линия С важна. Линия С нужна. Туда-сюда. Ну, просто, наверное, шпиль хуже. Менять ферзей. Хотя в этой позиции что-то я не знаю. Он точно выиграет тут? Все довольно-таки закрыто. Ну, скорее всего, выиграет. Ферзей, наверное... Ну, ладно, попробуем. Подвожу короля к центру. Попытаюсь какую-то блокаду выставить. Подвожу короля. Да, но он дальше f6, e5 пацану-то проведет. Да, у него пешки просто пойдут. Поэтому, наверное, все-таки безнадежно. Так, давайте так пошел. Он е3, хочу до е слона 7. Но я уверен, что на комору такое не зевает. На е4 у меня идея... Или на 6, а5 повести как-то короля сюда. Ну, король d4, но там король дальше никуда не идет. Вот в чем проблема. Тоска, печаль. Давайте так. И b4 подвожу. И a4. И вперед. И вперед. Кто-то там зовет. Давайте g4 по белым полям, конечно, пешки. Так, конь e5, слон g5. g5 идея прорваться. Сюда фиксирует. Давайте на h5. Хочу f4 дальше. Если конь e5, то конь c6. Король c5. То есть тут, по-моему, все не так понятно. Если я съем... Он играет сюда. Король b6. Хочу съесть на h6, провести пешку b. Если взять на g4. На конь g4, наверное, слон d4 может так же пойти. А, у меня 7 секунд времени. Понятно. Но с 7 секундами такое не спасается. Ладно, сел на h6. Конь c1. b5 пошел. Туда-сюда. Туда-сюда. Да. Король на e4. Король проходит вперед. f4. Хочу взять fg. Кстати, позиция, по-моему, уже-то не ясная, на самом деле. А, сюда. Да, проиграл. Проиграл. Хотя, в какой-то момент, по-моему, в концовке даже появились шансы. Ну, конечно, взял, просто зевнул пешку в дебюте. Да. Ну, вроде обидно. Против сильного гроссмейстера играл. И вот так вот зафейлиться с самого начала партия. Хотя, в какой-то момент сумел потом побороться. Так что, ну, можно сказать, более-менее достойна. Концовка. Хотя, конечно, зевок в дебюте очень обидно. Ну, в любом случае, с такими шахматистами сыграть на стриме, это очень легко. Вот так сделаю, чтобы целиком было видно экран, да. И давайте глянем. Потому что мне кажется, что в концовке я какие-то шансы вполне себе имел. Так, это что-то странное выглядит на очистком. Ну, ладно, в принципе, все видно, так что нормально. Так, вот у нас партейка, собственно. И в конце был шпилек. Мне вот просто даже интересно. Ну, понятно, что вот эта позиция явно хуже. Я просто отдал пешку. Так, на экране вроде все видно. Ну, это у меня понятно. Наверное, что все хуже, хуже, хуже. Ну, вот мне кажется... Вот, кстати, смотрите. Движок уже пишет равенство. Уже после хода А5. Потому что, видимо, пешка очень опасная. Конь Ф3, король съел. Он ушел. А после АБ движок уже вообще пишет перевес белым. Небольшой. Король Б8, Б6, Д3, слон Е3. Не понимаю пока что. Так, а если... А, там же Б7 и слон А7. Горозит, смотрите, какая прелесть. То есть, просто вариант АБ и Д3. Теперь Б6. Король Б8, слон Е3. Если Д2, то черные очень рискуют проиграть. Там же Б7. Фирс, слон А7. Король С7. Б8. Фирс. С шахами все. В партии бы я такой не факт, что нашел. Но такой вариантик интересный. Так, а если то, что было в партии? Мне тоже кажется, что там шансы в конце должны были быть. Нет, все-таки тут позиция уже была все время проигранная. Да, окей. Тогда ладно. То есть, был один все-таки шанс. Но... Достаточно сложный. А так, конечно, просто зево пешки в дебюте это фейл.